Дайджест недвижимости Отмечу, в 2017 банки выдали россиянам более 600 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 1 трлн рублей. При этом к началу осени общая задолженность заемщиков перед кредитными организациями составила 4 трлн 800 млн рублей, а доля просроченной задолженности по ипотеке сохранилась на уровне 1,5%. Дайджест недвижимости Столетний дом в Котельниче до сих пор остается без отопления. Холод в квартирах здания 1917 года постройки на улице Советской 90 стоит из-за затянувшегося ремонта системы теплоснабжения. Его не могут завершить уже два месяца. Замена труб в доме идет по программе капитального ремонта. Старый подрядчик срезал еще в августе, а новый до сих пор не подключил. По словам жителей, установлена лишь малая их часть, а рабочие в доме появляются редко. С этой проблемой жильцы дома обратились к активистам УНФ, так как их попытки разрешить ситуацию через управляющую компанию, областную жилинспекцию и фонд капремонта результата не дали. На сайте реформы ЖКХ, где в обязательном порядке должна отражаться информация о ходе работ по капитальному ремонту, указано, что договор на проведение работ в доме на Советской до сих пор не заключен. В данный момент котельничане направили обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Дайджест недвижимости. Цена на новостройки за два последних года упала на 6,5%. Стоимость вторичного жилья снизилась на 17,5%. С 2015 года в регионе идет стабильное снижение цен на квартиры, рассказала главный специалист-эксперт отдела региональных счетов, статистики цен и финансов Кировстата Ольга Давыдова. Изменение цен на жилье зависит не только от расценок строительных компаний, но в большей мере от повышения или снижения спроса. Разразившийся осенью 2014 года экономический кризис отразился на разных отраслях экономики. Рынок недвижимости не стал исключением. Неблагоприятная экономическая ситуация способствовала снижению спроса на жилье. Особенно это отразилось на рынке вторичного жилья. Сейчас стало квартиру покупать выгодно, так как можно приобрести больше квадратных метров за те же деньги. Отмечу, средняя стоимость квадратного метра в кировских новостройках сейчас составляет 38 тысяч 44 рубля. На вторичном рынке квадрат жилья в среднем обойдется в 40 с половиной тысячи рублей. Дайджест недвижимости.